огни вопро это огонь здравствуйте друзья это продолжение рубрики ножи для леса и сегодня хочу протестировать ганза 807 чтобы было интересней буду его сравнивать с морой рабаст поехали ножны пластиковые ножи держатся в них неплохо пластик достаточно мягкий удобно закреплять на ремень у ганза прям через черный кажется мягкий совсем уморы в меру если с 806 моделью сравнивать здесь пожестче был пластик примерно как уморы почему решил сравнивать эти два ножа именно все просто они короткие по клинку и достаточно должны быть прочные я не говорю про кончик я говорю про основание примерно одинаковые габариты ножей у ганза слегка пошире клинок но у него и спуски выше хотя сведены они не в ноль как умора рабаст тем интереснее будет их сравнить потому что ножи разные а какой смысл сравнивать одинаковые ножи острота от производителя мора рабаст кстати такое ощущение заусенец не снят но тем интереснее опять же будет сравнивать так у ганза у ганза ганза лучше заточен изначально здесь заусенец снят да он с вывертами режет мора я думаю как до дерева дойдет дело заусенец отвалится и все пойдет как должно напомню что на рабаст углеродистая сталь а на ганзе здесь 9 хром 14 если предыдущую версию посмотреть здесь 8 хром 14 здесь 9 хром 14 по сути еден пёс одно и то же я считаю что это исключительно маркетинговый ход вместо 8 поставить 9 как будто бы стали лучше я думаю что если она и лучше это настолько минимальные значения что их никто никогда и не увидит тестовую газету я сразу сожгу а то ветер мусор в лесу совершенно ни к чему огни вопро это огонь давайте проверю нож ганза на тонкой ветке я ее им собственно и срезал даже срубил он за раз вот разрубил ее хочу посмотреть за раз будет ли он ее срезать в принципе да срезает мора рабаст так еще раз тоже срезает ганза срезал мора рабаст так вот мне интересно давайте 806 сюда тоже подключим как он он ее прошел но сразу хочу сказать вот посмотрите на толщину рукояти вот в этом именно месте она тут очень тонкая и для серловой работы этот нож подходит меньше потому что вот здесь не наминает там наминает также как и на рабасте рукоять тоже пухленькая достаточно она не наминает руку так срезал ганза 807 теперь что не так плохо но мора конечно так рабаст но все-таки скандис пуск конечно по дереву поинтереснее работает просто построгаю теперь чувствуется что нож ганза заточен лучше как мы и убедились на бумаге но усилие которое прикладывается вот даже где сучки в момент строгания морой она гораздо ниже меньше усилия и это хорошо но не могу сказать что ганза прям совсем плохо работает я считаю для такого строя клинка опять же для такого сведения в принципе неплохо я решил взять ветку потолще попробовать силовое строгание ганза сначала да мора да чудес не произошло сканди в ноль режет проще рубка ветки у рабаста нет отверстия под темляк но за счет грибочка держать его за краешек удобно с двух раз ганза да в ганзы держать надо быть и млячок конечно было привязать ну ладно попробую так результат очень похожий в принципе здесь примерно то что на то же получилось перерубание палки на пне начну с мора вот так разрубилась палка чуть-чуть подколола мора поэтому трещина идет так на очереди ганза вот так отрубил нож ганзы не подколол давайте-ка я раскалю ганза чурбачок все знают как колет мора а вот как ганза интересно даже справедливости ради конечно надо сказать что он оказался гнилой сгнил уже но все равно эффектно получилось ну что колоть так колоть попробуем чурбак который в принципе сопоставим с клинком это я даже не уверен что он его расколет но пробовать так пробовать так ну и что дальше делайте дальше я не знаю я по вот этому кончику острию бить боюсь даже поэтому я его вытащу оттуда попробую робастом то же самое прям сюда же заколочу ну ка в общем этот чурбачок он им не по зубам я думаю длины не хватает если только попробовать отколоть сбоку кусочек небольшой как-нибудь вот так можно вот таких вот щепок наколоть если надо по-хорошему так всегда и делаете то есть никто чтобы вы понимали если это не тест не колет посередине такие чурбаки их колет сбоку вот так вот откалывают кусочки потому что вам в любом случае нужна сухая древесина которая внутри и вот так вы спокойно ее отколете вот они вот эти щепочки не надо будет раскалывать полностью потому что в этом нет никакого смысла друзья совершенно но кроме как протестировать нож ну ка давайте теперь попробую то же самое сделать в этом весь рабаст так а теперь давайте попробую то же самое сделать ганза пополам вот так вот ее колону и собака не идет идиот застревает так прям попробую сюда же еще раз рабаст воткнуть в эту же щель. Все развалил, но в этом весь робаст. В общем, если вам нужно заниматься вот такими вот вещами, раскалывать, расщеплять что-то, несмотря на мощный клинок, у Ганза все-таки деликатный достаточно вот этот вот вот это острие. То ли дело робаст. Робаст Ганзе фору даст. В общем, в этой работе робаст незаменим. И, естественно, друзья, сравнивать вот эти два ножа по острию, а именно если нужно в деревяшку воткнуть и взять на излом, я не буду, потому что я боюсь за вот этот нож. Боюсь сломать или погнуть вот это острие. За робаст мне вообще не страшно. Кто не видел тесты с робастом на канале, обязательно посмотрите. его можно загонять, выламывать. Это просто бешеные нагрузки выдерживает этот нож. Ну, давайте я немножко прям ковырну робастом, чтобы освежить свои, так сказать, впечатления. что здесь хорошо, это травма безопасная рукоять полностью, потому что вот эта вот гарда, поступающая далеко, она, как ничто другое, защищает руку. В общем, тут можно расковыривать и дальше. Вот, смотрите. Этому ножу не помеха. Острию ничегошеньки. Острая, втыкается в ноготь. И вот этим ножом такие фокусы я делать не хочу, потому что боюсь просто сломать или погнуть острие. Соответственно, так что-то вот круговыми движениями там можно подрезать какое-нибудь там отверстие вот так вот подковырять, но именно втыкать и брать на излом на свой страх и риск. То есть, если робаст, то я доверяю такую работу, поскольку нож проверенный, я уже не раз такое делал, опять же, в основном это были тесты, потому что мне сложно представить, для чего нужна такая работа именно вот в лесу. если кто-то знает, для чего втыкать нож в дерево и брать на излом, обязательно напишите в комментарии, будет интересно почитать, что же такое вы делаете ножом. У меня было несколько случаев, я их озвучивать специально не буду, вот, но мне интересно, если у кого-то такие ситуации случались, прям смело пишите, я думаю, не только мне, но и всем зрителям будет крайне интересно изучить ваш опыт. И хочу приступить к той части работы, которая мне больше всего нравится, это такая медитативная составляющая, когда вы можете насладиться резом ножа, особенно, когда нож неплохо заточен. огненные перья, стружечки, вот такие вот стружечки получаются с помощью ганза. Не скажу, что мне нравится, как он работает в такой работе, поскольку все время надо контролировать клинок и робаст. Мора, вот что я люблю. Сканди в такой работе незаменим. Легко, просто, быстро контролировать нож не надо. Поставили его спуском, дали небольшой угол и погнали. Нож сам строгает, вы только водите рукой туда-сюда. Никакого особого контроля для скандинавского спуска не нужно, в отличие от прямых спусков на этом ноже. Опять же, все зависит, конечно, еще от сведения, но в любом случае сканди есть сканди. Ни прямой спуск, ни выпуклая, ни вогнутая линза со сканди в конкретной работе, вот такой тоненькой, близко не стояли. В общем, красота. Когда я делаю такую работу сканди, это просто вот душа поет. Песня души. Отдыхаешь, можешь в этот момент о чем-то подумать, поразмышлять, не отвлекаясь на контроль клинка. после проделанной работы, давайте посмотрим, что стало с заточкой. Сначала ганза. Знаете, заточка как была изумительно, вот он с вывертами режет, так и осталось. Мора, у Мора, насколько я помню, был заусенец. Ну-ка. часть заусенца судя по всему ушла. Да, вот здесь в кончику. А так, ну да, заусенец остался. Но он не всегда сам отваливается. Ну, буквально вот пару движений на коже с пастой и все. Будет идеально резать. Но хоть нож вот плохо режет бумагу, вы все видели, как при этом, при всем он строгает дерево. И даже в тонкой вот в этой вот работе нож гораздо интереснее, чем хорошо заточенный нож ганза в такой же точно работе. Поэтому скандинавские спуски это моя любовь, это особые ножи. И поскольку я часто работаю с деревом, вырезаю разную утварь из дерева, то оценить на этом материале, как работает нож, мне проще всего. А уж продукты, знаете, можно любым ножом так или иначе порезать. Что не скажешь в работе с деревом. Здесь важна очень геометрия. Острота, конечно, важна, когда вы работаете с деревом и вырезаете что-то из него. Но если геометрии нужной не будет, как вы хорошо не точите, все равно это будет не то. Так, давайте посмотрим, что с обухом у Робаста обух скруглен, это я знаю. Вот, кстати говоря, тоже есть заблуждение у людей. Вот, посмотрите на обух, видите, какой он грубый после штамповки, то есть штамп выдавил сталь и вот так вот это все выглядит. Но фаски снято, то есть здесь все скруглено, поэтому когда пальцем дотрагиваешься, никакого шанса не порезаться, не посадить себе какую-то металлическую занозу, стружку, там нет. То есть все очень кругленькое. Поэтому этот обух он обработан и не надо путать с необработанным обухом. Соответственно у Ганза у Ганза обработка конечно в этом плане интереснее. Давайте смотреть, что кору счищает нормально. Даже интересно, будет ли он работать с огнивом, высекать искру из него. А вот и нет. Притом при всем с огнивом он не работает. То есть минимальная фаска получается снята. То есть он такую хиленькую искорку как-то высекает, но да, он просто скользит в основном. Так что с огнивом ни тот ни другой нож не работают. Но это не беда, поскольку есть кресало проблем не возникнет в этом плане. А гнива про не подведет. Сейчас бумага сгорит. И продолжим. Так, вот оно наше перышко. Здесь главное, чтобы искра зацепилась за стружку. Огнива про это огонь. Вот так легко и непринужденно с помощью профессионального кресала и профессионального огнива охотника от огнива про можно добыть огонь. Опять же в любое время года, в любом климате эти огнива я проверял где только не бывал. Никогда ни разу не подводили. Так что рекомендую. Маленький вывод в конце видео. Вот они герои видео Ганза G807 и Мора Робаст. Сразу хочу сказать, что если я бы выбирал один из этих двух ножей, я бы конечно остановился на Море Робаст. В силу того, что по дереву нож работает замечательно, а мне это очень важно. Но может быть кому-то больше нравится Ганза. Все индивидуально, каждому свое. Поэтому в принципе нож Ганза неплохой, свою работу выполняет, но все познается в сравнении. Жалко конечно, что по умолчанию ножи не работают с огнивом, но на это у меня есть кресало из стали с содержанием карбидовольфрама, которое в принципе на всю жизнь хватит его, еще внуком останется, как говорится. Поэтому ножи могут работать исключительно по своей теме, а именно резать. И при надобности конечно же колоть, ковырять, рубить, но только при надобности. Надеюсь, видео было интересным, информация была полезной. Пишите ваши комментарии под видео, поскольку они могут помочь людям, которые еще не определились с выбором лесного ножа, сделать правильный выбор. Увидимся на канале. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok